И в продолжении темы проезда до курортов России в Иркутской области женщину с двумя детьми сняли с поезда Иркутск-Адлер. Почему? Смотрите репортаж Виарики Заяц. Они должны были уехать из Ангарска в Ростов позавчера, но их поезд ушел. Альбину и двух ее детей оставили на перроне, несмотря на то, что билеты были. На сегодняшний день я осталась без работы, так как я должна была 8 числа быть на месте. У меня был заключенный контракт, я педагог английского языка. Пять лет назад по госпрограмме семья переехала в Ангарск из Армении и сразу получила гражданство. Свидетельство о рослении одного малыша сгорело, осталась лишь заверенная нотариусом копия. Не раз ездила по нему, это во-первых, не раз выполняла действия на территории Иркутской области. Такие, я как еще раз объясняю, это материнский капитал. Если это не документ, почему мне выдают такие документы? Если не документ, как я получаю за грамм паспорт на имя детей? Скажите мне, пожалуйста, на сегодняшний день у меня не было никаких проблем. У меня больше в кармане не было денег, все деньги, которые были, я внесла это чисто на билеты. Вот меня буквально с детьми вытолкнули из поезда, вот буквально наглым образом. Никакого протокола начальник поезда не составил, билеты пришлось вернуть. Не состоявшаяся поездка обошла 17 298 рублей, в кассе вернули только 10. За два дня на съем жилья и питания семья потратила 3000, сейчас и до сих пор в Ангарске денег на новые билеты уже не хватает. Решить эту проблему помогут в местной железнодорожной кассе, говорит начальник восточно-сибирского филиала федеральной пассажирской компании Дмитрий Жарий. Сегодня в 5 часов вечера Альбину и ее детей все же посадят на поезд до Ростова, хотя это вопреки правилам. Отказано было начальникам поезда Баярским правомерно в посадке на основании правил оказания услуг по перевозке пассажиров багажа и грузобагажа. Предъявление пассажирам при посадке в поезд копий документов удостряющих личности и подтверждающих право на льготы вместо оригинала неправомерно. Никому не придет в голову прийти в аэропорт с отсутствием документа и требовать посадки. Если билет на поезд продают по копии, кассир обязан предупредить, что в поезд без оригинала не пустят. К слову, все разговоры в местах продажи записываются. С каждым годом требования и правила безопасности на железной дороге ужесточаются. И если раньше проводники шли на уступки, на собственный страх и риск, сейчас дисциплина становится строже. Переказается Алексей Бондаренко, Александр Петухов. Вести Иркутск.